Всем привет! Сегодня у меня новая косметичка. Итак, начнем с того, что она состоит из абсолютно новых косметических продуктов, а также те продукты, которые изначально в Project Pen у меня не были. Да, я добавила, я рискнула, я добавила новые продукты, я заменила какие-то продукты из Project Pen на другие продукты. Давайте обо всем поподробнее. Начнем с теней. Необычно, обычно я тени на потом оставляю, но да ладно. Что я хочу получить от данной палетки? Данной палеткой я пользовалась два года активно. Я закончила три любимых рефила. Они были малиново-розовые. Я активно делала макияжи и они ушли. Ну знаете, когда уже оставалась совсем по краям, я просто их добила. Мне очень нравится внизу из кругленьких рефильчиков синий и белый оттенок. Как вы видите, со всех рефилов снят верхний слой, потому что они замыливаются. По зеленому вообще видно и по светло-голубому. Оттенку. Хотя я, когда набираю кистью продукты, даже сухие, я часто делаю. Ну возможно, это просто мое какое-то... Девчонки, ну... Не знаю, как это сказать. Вот хочется, мне так нравится, мне мыть эти кисти. Я могу один глаз накрасить одной кистью, а другой глаз другой. И знаете, у меня даже бывает, возможно, это неправильно я делаю, но... Не знаю, почему так пошло. Может, вот эти вот видео надо перестать смотреть о кожных заболеваниях. Я когда набираю румяный или хайлайтер на одну щеку, вот я набрала на кисть, нанесла. И на вторую щеку у меня уже не хватит продукта с этой кистью. Ну, как бы знаете, да, бывает такое, видно, что-то нанесла и все перенеслось. Я беру другую кисть. Вот. Винить тут кисти грязные я не могу. Я вымываю мыло, я кисти полностью погружаю. Если кто не видел, можете посмотреть шокирующее видео, как я мою кисти безжалостно. Да, они у меня расклеиваются. Девчонки, я себе буду показывать, сколько у меня кистей расклеивается. Конечно, будет шокирующее видео. В общем, меняю постоянно, не щажу их. И вот так вот замыливается. От этой палетки я хочу получить максимум. Я хочу попробовать вообще все оттенки. Да, возможно, сейчас темные не так и пойдут, потому что все-таки лето уже приближается, скажем так, и захочется чего-то яркого. Но потом осенью, зимой я что-то попробую. Сейчас я делаю ставки на коричнево-желтую гамму. И к данной палетке я беру вот эти тени. Так как я хочу использовать коричнево-желтую гамму, пока еще, скажем так, погода позволяет какие-то такие оттенки использовать темноватые, я решила попробовать все-таки дать шанс помаде от соды. И так как я вела вот эти вот однушечки, 2,5 грамма, да, это многовато, в принципе, для одной тенюшки. Но посмотрим, как все пойдет. На неделю возьму что-то новое, внесу в свои макияжи, потому что зелено, вот эти вот коричневые, ну, до этого вообще они зеленые были, уже, если честно, надоедают. Да, постоянно ты красишься одной и той же тенюшкой, да, конечно, безусловно, дырка растет. Но мне кажется, что лучше таким образом себя заставлять, ну, не то, чтобы заставлять им активировать, закончить как можно больше продукта, лучше все-таки будет в конце осени и зимой, в конце года. Так, беру две абсолютно новых пудры, ну, от Evelyn использована два раза. И слева просто открыла, чтобы она не зеркалила, этот нижний оттенок, он с блестками, он все-таки больше для декольте. Я буду использовать верхний оттенок, как бы для шеи. Надеюсь, что уже я не буду водолазки так часто носить, и шарфы, и шея уже будет как-то у меня макияжа покрываться. И будут у меня продукты заканчиваться. Посмотрим также, что из этого выйдет. Пудры у меня все равно в большем количестве заканчиваются всегда, поэтому, в принципе, тут я тоже не рискую. С тенями, конечно, у меня риск есть, что я там ничего не закончу, а вот с пудрами риск у меня пока что нулевой, потому что это начало все-таки года. В качестве тонального крема я нашла вот такой вот старенький крем Хабиби Бьюти. Посмотрела, у него цвет более светлый. Тоже решила, что неплохо было бы начать использовать потом, когда уже, если я недопользую какие-то продукты, я либо оставлю на осень, либо буду смешивать с более темными тональными кремами, получать другие оттенки. В качестве румяна решила взять данную палеточку от Стеллари. Румяна мне нравится, мне не нравится особо упаковка. Да, там лежала кисть, но лучше бы был меньше вот этот квадратик, как-то было бы ее удобнее хранить, а так она занимает больше места. Я понимаю, что эти три сантиметра, два, они ничего не решают, но, знаете, ощущение в коробке, получается, или как на какой-то полке, как будто у тебя намного больше чего-то. Но меня это немножечко поддавливает, скажем так. Нужно их заканчивать, тем более они заканчиваются довольно-таки странно. Кто смотрел мои предыдущие отчеты и вообще мои размышления слушал, я могу сказать, что это самый странный продукт в том, как он заканчивается. Заканчиваются вначале не вот эти вот пятна яркие, а как будто вот эта пудра светленькая, а они оставляются какими-то кучками, приезжаты при том, что к рефилу. Потом только их начинаешь уже как-то набирать. Я помню, когда я заканчивала в одном из проектов данную палетку, у меня как бы в конце осени мне хотелось более яркие румяна на щеках видеть. А я получала блеклый оттенок, а уже в декабре начались вот эти вот пышечки, углы заканчиваются и получались яркие щеки, но более яркие. Вот это мне не понравилось, но у меня еще одна палетка есть, да, все-таки буду их выводить. И, ну, как бы, вроде бы они мне нравятся по текстуре, но вот этот вот эффект непонятный не совсем нравится. Поэтому сейчас самое актуальное время было бы, чтобы так вот их заканчивать, или бы просто взять какую-то более жесткую кисть. Для бровей из нового беру воск от Evelyn. У меня их несколько, вы видели, я показывала, даже далеко не один. И раньше восковые карандаши, у меня был от Givenchy, самый любимый. Очень долго им пользовалась, я вообще не понимала, как можно гелем пользоваться. Потом появились гели, я начала чередовать то-се, а потом полностью на гели перешла, и, знаете, про карандаши полностью забыла. Но это неправильно, мне карандаши тоже нравятся, я знаю, что они проще в использовании даже, чем гели в некоторых моментах. Тем более, он очень быстро заканчивается, он быстро стачивается. Да, гели побыстрее испортятся, чем восковый продукт. Но, если я на неделю попользуюсь восковым карандашом, ничего особо, знаете, не повлияет на мой проект. Ну, тем более, он у меня тоже состоит в этом проекте моем. Девчонки, по поводу палетки, я когда собирала и показывала вам 4 косметички, в общем, хранения и так далее, я чуть-чуть перепутала эти палетки, их просто раскидала по контейнерам. Ну, я думаю, суть это не меняет никак, потому что у меня всего этих 5 палеток, да, в одной уже закончились вот эти вот камуфлирующие два оттенка цветокоррекции, скажем так. Ну, вот в этой будут вот с дырочкой, в другой будет новый. Ну, разницы нет, потому что все равно мне эти два оттенка вообще первоначально хотелось закончить, это сейчас я поставила себе цель также 3 дополнительные оттенка закончить. Но, как бы, от перемены мест влагаемых сумма не меняется. Мне нужно все равно в конце получить пустые баночки, а так как только у нас тут еще начало года я все оперирую данной фразой, в принципе, ничего страшного. Опять же, как я и повторяюсь, в конце года уже это будет непозволительно, уже нужно будет четко следить, что закончить, что не закончить, чтобы как можно больше пустышек выбросилось и как можно меньше продуктов, полу начатых, полу с дырками, перешли на следующий год и потом лежали целый год и мозолили глаза. А сейчас разгуляйся, гуляй душа, скажем так. Можно позволить себе многое. Также данный блеск беру. Я когда говорю, можно позволить себе многое, девчонки, я все беру в пределах Project Pen, я за Project Pen практически никогда не выхожу. Да, я тогда решила набрать палеток, я чуть-чуть попробовала, но как-то, знаете, остановилась, потому что результаты падают. Да, я там пробовала и блеск от Шанель брать. Ну, девчонки, если честно, уже и так я набрала много косметики и еще достаточно мало пустышек. Мне еще есть из чего выбирать. Это не так, что у меня там два оттенка теней осталось и больше нет ничего. Я выбираю все из проекта. Все это как-то, знаете, жонглирую этими продуктами. Я здесь сегодня пересмотрела видео свои же с первыми какими-то своими косметичками. Такая ностальгия прям была. Какие продукты у меня были, какие сейчас, конечно. Все поменялось так резко. Достаточно, кстати, интересно было самой же посмотреть на свои же результаты. Так, беру вот этот блеск. Он, по-моему, от Эвелин. Но я не могу утверждать, он так вкусно пахнет конфетками. У него достаточно хороший аппликатор. Он набирает с двух сторон продукт. Это очень удобно. И он не стойкий, он не матовый. Вообще непонятно, сколько там. То есть стенки, знаете, как будто окрашенные. То есть там не помада налита, а стенки окрашены. Цвет мне подходит. Цвет мне очень нравится. Это не такие продукты, как эти красные помады. Сейчас там у меня была в косметичке. С ней все-таки сложно. Нужно подбирать ее к определенным теням. И сложновато с ней. А вот с этим будет очень легко. Я уверена, что он у меня будет на ежедневной основе использоваться. И вообще с ним проблем не будет. И переходим к части косметики. Скажем так, мушки-повторюшки. То, что переходит из косметички в косметичку. И то, что я беру из других косметичек. Давайте начнем, наверное, с того, что я беру из других косметичек. Первое, что это карандаш для губ. Я уже говорила, что оттенок подходит под данную помаду. Если его учитывать вот с блеском, которым у меня там осталось уже, наверное, меньше даже, чем на неделю. Девчонки, ну, я точно не закончу этот карандаш с тем блеском. То есть, по-любому, мне его нужно будет пристраивать к какой-то другой помаде. И тот блеск, в принципе, остается уже на неделю. И все, нужно тоже новый какой-то продукт для губ брать. А этот карандаш, он отлично подходит именно под данную помаду. Зачем искать что-то другое? Тем более, этот карандаш уже становится коротковатым, чтобы стоять в моем стаканчике, вот этом вот из фикс-прайзе, кружащемся. Он уже будет теряться. И к концу года у меня возникли коротыш, зарудыш карандаша, скажем так. Да и он очень старый. Эта коллекция у меня вообще очень старая. То есть, это набор карандашей. Беру данную палеточку теней. Почему? В первой палетке, которую я вам показала, там есть белый матовый оттенок. Я им, конечно же, попробую сделать макияж. То есть, в качестве какого-то растушевочного оттенка я, естественно, его попробую. Но если мне не понравится эффект, результат и так далее, ну, как-то будет слишком светло, слишком ярко, то потом, в последующие дни, я буду использовать, ну, скажем так, не то, чтобы использовать, а доиспользовать светлый оттенок из данной палетки. Я хотела, конечно, взять однушку, которую я взяла, и не одну однушечку теней, а в свой проект светлых. Можно было бы их взять или из палетки большой, которую я тоже хочу закончить. Но так как тут очень громадная дыра, и останется тогда один оттенок коричневый, и будет уже больше стимул заканчивать его, как можно чаще к нему тянуться. Скажем так, возможно, я потом эту палетку, именно вот коричневый оттенок, какую-то косметичку свою внедрю. Хоть и лето, хоть и зима, но все равно коричневые и темные оттенки, они частенько нужны. Так что я решила, все-таки я эту палеточку перенесу, а вот буду ли я ей пользоваться или нет. Если, конечно, тот белый оттенок мне подойдет, на эту палетку я опираться не буду, я не буду как бы в угоду тому, чтобы закончить эту, использовать ее. Нет. Я как бы попробую. Если меня не устроит результат, то буду использовать. Тут уже вот и бок стерт, и как бы сильно подстерто. Но, кстати, могу сказать, что вот средний оттенок я перепрессовывала, он перестал набираться, плохо набирался, а этот пока что набирается, и у меня даже нет мысли его перепрессовывать. И еще один продукт, который просто перешел из другой косметички, это именно хайвайтер. Это не румяна, а хайвайтер. Хайвайтеров у меня, как я и говорила, сейчас будет два в проекте. Ну, не то чтобы в проекте, а в моих косметичках. Да, у меня в проекте их побольше. Но... Ну, девчонки, я себе все-таки поставила цель хайвайтеры как бы израсходовать. Да, потом начнется летом, я возьму коричневый. На эти я как бы не буду делать никакого упора, и они у меня пролежат, много дырочек не хотелось бы иметь. Это все-таки не пудра, это все-таки не румяна. Румяна не перейдут на лето, и так далее. Можно как-то приспособить их, а вот хайвайтер уже останется. Так что я думаю, что два продукта достаточно будет. Две палеточки для глаз, тени жидкие и от Revolution Корректоры. Я их показывать не буду, скажем так, пусть останется тайной, какие оттенки я закончу, какие нет. Пусть хоть чуть-чуть поводит интрига. Девочки, ароматы, на которые я буду делать упор, это Premier Luxe Out, Voyager, De Marco, от Avon Today и Glacier Eyes. Итак, это пять ароматов мужских. Я буду самый основной упор стараться делать только на них. Но так как я вам показывала свою коробочку со своими ароматами, вы уже видели, что там находится. Я ее не буду расформировать под каждую косметичку. И все ароматы, которые там есть, остальные это Secret Fantasy уже, это арабский, ну не арабский, а аромат Exclusive Voyager, Reese Witherspoon и так далее. В общем, девчонки, вы видели, что у меня там есть. Разливной от Avon аромат, ой, от Reflame, аметист в Аталии я налила. Все эти ароматы будут вспомогательными ароматами. Если мне понадобится какой-то аромат, я буду брать из этой косметички, из этой упаковки, из этого контейнера из FixPrice. Да, девчонки. В общем, я решила, как можно серьезнее себя ограничить. Хоть вроде бы я и выбираю на косметичку какие-то ароматы, но все равно какую-то тоже себе дать волю, какое-то себе дать послабление, что я могу что-то выбрать, чтобы все-таки пореже у меня руки тянулись не просто на полочку с Project Pen, это еще ладно, а на полочку с другими ароматами, чтобы у меня не возникал какой соблазн. Так что я себя, получается, чуть-чуть ограничиваю, но даю себе волю. Я думаю, что это может дать больше результатов, чем сейчас есть. Меня порадовали результаты февральские. Да, они неплохие, но они не такие, как раньше были. Опять же, из-за того, что я две косметички вела, это все-таки не позволяет мне тратить так много и так часто один и тот же продукт на себя, но с другой стороны, мне это не давало сорваться, это как-то мне давало перемену. В то же время, я вот думаю, что такие косметички четыре на месяц, это вообще будет достаточно интересно, это вообще будет как-то необычно. Возможно, конечно же, в марте я вообще получу очень и очень маленькое количество пустых баночек, даже, может быть, это будет мизерное количество, меньше там пяти, но я получу много удовольствия, я получу какие-то рефильчики, возможно, какие-то дырочки и в дальнейшем у меня будет более явный результат, конечно же, заканчивать косметику, которая уже имеет огромные, скажем так, прогрессы, намного проще, чем косметику, которая не тронутая или мало тронутая, скажем так. Возможно, это даже принесет мне какие-то результаты еще уже осенью, но посмотрим, как это все пойдет, самое главное, не выходить за рамки проекта, использовать и выбросить, самое главное, держать себя в руках, как в парфюмерном, так и в макияжном плане, я хочу все-таки выжать из средств все по максимуму, особенно из тех, которые я взяла, естественно, я понимаю, что некоторые продукты, которые у меня в косметичках, не в косметичках, а в моих запасах, они тоже требуют, скажем так, на себя внимания, но нужно держаться, нужно тратить то, что выбрала, все-таки осознанно нужно подходить к данному вопросу, я буду стараться, я буду вести перед вами отчет, я думаю, что уже, как бы вы видите, что я отчеты поддерживаю, что я вам все показываю, какие-то интрижки, конечно, теперь я, наверное, буду сохранять, все-таки 4 косметички, можно где-то чуть-чуть вам что-то недопоказать, чтобы потом было интересно, какой же там результат вышел, да, девчонки, я собиралась тут недавно снять макияж, как я делаю, но потом, все-таки в середине съемок, я поняла, что не каждая девушка оценит, я думаю, что комментарии будут достаточно неприятными, они и так частенько проскальзывают, я не знаю, зачем люди смотрят то, что им не нравится вообще, но это уже отдельный вопрос, наверное, это просто, как бы, знаете, кто-то пытается как-то тебя уколоть, но мне это вообще никак не колышет, если честно, есть кому-то нравится, кому-то не нравится, я же вот не лезу на каналы, где мне что-то не нравится, ну, хотят, развлекаются пусть, может, это вообще мои знакомые, кто узнал, что у меня есть канал, что тоже, кстати, может быть, так что, девчонки, просто не хочу, ну, знаете, чтобы потом мои фотографии где-то ходили по каким-то там сайтам или еще что-то, все-таки я крашусь достаточно ярко, ну, как достаточно, очень даже ярко, и, знаете, девчонки, я вот тут подумала недавно, ну, я косметику не экономлю, девочки, ни духи, ни косметику, ничего не экономлю, да, какие-то свои там, томфорты я иногда подэкономливаю, духарюями там, под коленками, а вот такой вот бюджетный, вообще не экономлю, кисти там спокойно мою, перемываю, хотя на них там еще много продуктов, пигменты, там, одними теми же вот оттенками, зеленой палеткой, да, там пользовалась, одни и те же оттенки, вот оставить эти три кисти, и пользуюсь ими, будет намного меньше расхода, но и все равно, я не люблю, ты знаете, там одну кисть для пудры завести, она там уже вся в пудрах, перепудрах, и пользоваться, ну, мне лично это не нравится, да, я знаю, что некоторым так проще, зачем мыть, мне нравится мыть, если честно, я заморачиваюсь над этим мытьем кистей, и еще вот, да, я когда посмотрю, или кто-то напишет, ой, там может что-то завестись, я думаю, ах, о, фу, нет, не хочу я страдать, да, девчонки такие, дела, в общем, ожидаю я от себя сдержанности, ожидаю от себя интересных каких-то новых эмоций, я вообще жду не дождусь, как я эту косметичку начну, именно тени, вообще для меня это будет загадкой, я уже так отвыкла, девчонки, сейчас я вообще отвыкла от новых макияжей, я вообще, я настолько привыкла уже к тому, что у меня одно и то же на лице, девчонки, я вообще просто вложу какой-то новый один продукт, я уже не знаю, что с ним делать, куда его наносить, как его наносить, в общем, я уже столько приспособилась, что вот у меня та тенюшка туда идет, та сверху туда, а тут у меня новые продукты, новые, я не знаю, как их сочетать, девчонки, я сейчас вспоминаю, раньше каждый день новую палетку брала, новые там какие-то тени, новые что-то, но вообще новые оттенки, такая, оп, сегодня вот так вот нарисую, завтра вот так, все нормально было, сейчас, думаю, мне нужно продумать, куда что нанести, а вдруг оно не нанесется, ну да, и тогда тоже было, если там новую косметику, купишь что-то, куда-то могу они нанестись, но тут другие ощущения, знаете, тоже как от покупки, только покупки у самой себя, скажем так, но в предвкушении этой радостной минутки, мне прям даже не терпится, когда же она настанет, девчонки в общем-то переполняют меня такие своеобразные эмоции, скажем так, я в ожидании, не знаю, даже по голосу, мне кажется, сейчас стало слышно, что я чуть-чуть в таком каком-то непонятном восторге, в восторге и эйфории нахожусь, ну реально я как-то, я не знаю, я прямо так, в каком-то реально восторге нахожусь, да, я с духами тоже думала, кстати, с ароматами, парфюмами, туалетными водами, как бы их назвать, в общем, с парфюмерией, думала, да, разбить 4 тоже косметички, но с ароматами я подумала, что все и так достаточно, очень быстро у меня меняется, если вы посмотрите косметички на несколько там недель назад, вы увидите, там были другие ароматы, сейчас совершенно другие ароматы, ну, также если вы посмотрите пустые баночки, духи у меня заканчиваются, ну не духи, а парфюмерия, девчонки, заканчивается достаточно быстро, все это как-то уходит незаметно, я не вижу в них какой-то, вот знаете, необходимости или нужды того, чтобы там их постоянно менять, и иметь очень много в косметичке, мне и так этих ароматов достаточно, в принципе, так что, вот такие вот у меня дела, все-таки, да, и еще по ароматам, мне бы хотелось, как я и говорила, вначале мужские вывести, до лета, чтобы уже потом более свежие, это и вы на рефлейм, там какие-то людьми, ненавязчивые ароматики, чтобы их уже как-то летом задействовать, тоже вывести, все чуть-чуть по сезонам разделить, скажем так, чтобы все пошло своевременно, все-таки данный аромат, который вы сейчас перед собой видите, кроме Glacier, они, скажем так, тяжеловаты, и в жаркое время они будут, ну, не такими красивыми, как они сейчас звучат, особенно премьер-люксут, он, конечно же, да, будет поддушивать других людей, если меня он не будет, то других однозначно, конечно же, он будет поддушивать, так что, девчонки, все-таки свою коробочку я буду заканчивать с ароматами, и менять уже по мере того, как они будут оттуда уходить, всем спасибо за просмотр, и всем пока!